Слово рецидив пугает, наверное, каждого онкопациента или пациента, столкнувшегося с тяжелым и сложным диагнозом. Действительно ли опасность рецидива заключается в том, что он сложнее лечится, что его выявить достаточно непросто, и масса прочих других мифов вокруг того, что такое рецидив, как с ним быть, как этого предотвратить. Вот именно эту тему я хотела с вами сегодня обсудить. Буквально не так давно я прочитала пост одного из пластических хирургов, который в России состоит в команде вместе с хирургами-онкологами. При удалении молочной железы занимается реконструкцией и в ряде других случаев тоже оперирует. И его высказывание заключало в себе слова, что рецидив – это всегда труднее, это всегда сложнее, это всегда мутированная опухоль. Но вот я с этим не могу никак согласиться, потому что изначально с теми патологиями, с которыми сталкивалась я на протяжении 20 лет, более чем 20 лет своего опыта профессионального, могу сказать следующее, что рецидив и рецидив урознь – очень важный фактор, на который нужно обращать внимание, это то, какой именно произошел рецидив. Потому что он бывает локальный, а также он бывает региональный. Немножко поподробнее остановлюсь на двух этих значениях. Что значит локальный рецидив? Локальный рецидив, когда мы говорим, например, про рак груди, то есть у нас, например, был рак в груди, и он возобновляется в груди же, или же он возобновляется в лимфатических узлах, если они не были удалены полностью по той или иной причине. Если же рецидив является региональным, то есть идет отстрел в какой-то из органов, то это уже немножко другая история. Ни один из подобных рецидивов не может являться каким-то приговором, каким-то диагнозом страшным и так далее. Это лишь говорит о том, что болезнь все еще сильна, все еще активна. Каждая ситуация индивидуальна. Бывает ряд заболеваний, таких как лимфомы, например, даже есть хочкинские, есть не хочкинские, если мы берем хочкинские лимфомы, то там есть порядка 18 линей к лечению только при первого уровня. То есть вариантов подхода лечения очень-очень много. И этот рак имеет тенденцию достаточно быстро рецидивировать и достаточно часто. Но это не значит, что это снижает прогноз на полное выздоровление. Это лишь говорит о том, что данный подход или данная ветка выбранного лечения не сработала у данного пациента. Поэтому говорить о том, что это сразу какое-то там видоизменение опухоли, обязательно мутация, обязательно более сложное лечение, это совершенно не факт. Онкология на сегодняшний день становится все более и более индивидуальной наукой. То есть каждый пациент уникален. Может быть два человека с одинаковым диагнозом, но это совершенно не значит, что течение заболевания у них будет одинаковое. То есть развитие заболевания, риск рецидивирования и многие другие факторы, да, безусловно, они зависят конкретно от опухоли, от ее локации, от того, насколько она прогрессировала, но и также от индивидуальных особенностей пациента, от тех методик, которые были применены. Масса-масса еще других факторов на это влияют. Поэтому даже сталкиваясь с таким словом, как рецидив, крайне важно занимать очень продуманную позицию. Нельзя паниковать. Понятно, что это всегда легче сказать, чем сделать, но не всегда возвращение болезни, не всегда рецидив является предвестником плохого разворота событий. Это говорит лишь о том, в первую очередь, что перед нами стоит еще один виток болезни, перед нами стоит еще один репус, который нужно разгадать. Но это не как в сказках или в обращении к гадалкам и прочим, а это структурированный план, который необходимо притворить в жизнь для того, чтобы уничтожить болезнь уже полностью. Поэтому очень важно понимать, что даже при рецидивах, даже при откате заболевания, даже при временных сложностях и так далее, в арсенале врачей на сегодняшний день могут быть совершенно разные протоколы, дополнительные линейки лечения. Единственное, о чем нужно помнить, это то, что нужно задавать как можно больше вопросов. Есть американские и европейские гайдлайны. Гайдлайны – это своего рода такие дорожные карты того, что необходимо делать при том или ином заболевании, какие есть линейки лечения, какие есть варианты терапевтические, хирургические, иммунотерапии и прочее. И, соответственно, если вам подобных вариантов не предлагают, на сегодняшний день можно достаточно просто при помощи кукол-переводчика массу информации, особенно с английского языка, попадить и достаточно качественный получается перевод. Во всяком случае для того, чтобы разобраться в общих подходах, а не специалисту в медицине большего и не нужно. Самое главное, что вам необходимо, это разобраться в том, что на сегодняшний момент существует, и уже дальше подробно обсудить с врачом все эти моменты. Поэтому пугаться этих слов не надо. Пугаться каких-то моментов, когда не срабатывает первая линейка, тоже не стоит. Нужно смотреть вперед и предпринимать все необходимые действия для того, чтобы как раз этот рецидив оказался последним. У меня также на канале есть видео, которое посвящено тому, чтобы не путали люди два очень важных понятия – ремиссию и полное выздоровление. Я в конце видео обязательно прикреплю в переход ссылочку на него. Но это крайне важное понятие, потому что ремиссия – это состояние, которое мы достигаем по завершению активной фазы лечения, когда именно мы и хотим приглушить заболевание, остановить его распространение, убрать все видимые проявления опухоли. И, соответственно, если мы этого достигаем, мы вступаем в ремиссию. И уже полное выздоровление – это уже спустя определенное количество лет, в зависимости от патологии, безрецидивных. Когда мы находимся вот в этом состоянии ремиссии, у нас нет рецидивов, и потом только мы можем говорить о выздоровлении. А как упреждать эти рецидивы, мы поговорим в ближайшем видео.